Доброго дня! Речь пойдет о многодетных матерях. Сейчас у нас 25 февраля 2021 года. Меня зовут Белялова Сергея. Я занимаюсь консультацией по пенсионному обеспечению Республики Азстан и по социальным выплатам из Государства фонда социального страхования. Итак, так как я часто занимаюсь расчетами пенсии и сталкиваюсь с многодетными матерями, вот опять недавно считал, и знаете, просто кровью обливается, когда многодетным матерям начисляют пенсию в 2021 году по 15 тысяч тенге. Ну, это срам, конечно, конкретный. Напомню, у меня в YouTube-канале уже постоянно записывал, Конституция Республики Азстан, статья 28, пункт 1, где граждане Республики Азстан гарнизируется минимальный размер заработной платы и пенсии. Это в Конституции объявлено. Но есть у нас разъяснение Конституционного Совета, что не все граждане имеют право на эту норму. Ну, почему? Потому что только тот, кто имеет стаж 20 лет у женщин, у мужчин 25 лет на 1-й ряде 98-го года, только те имеют право на гарантию минимальной пенсии. Странно, что минимальную зарплату требуют со всех, независимо от того, есть ли у него стаж, да? А пенсия, которая идет через запятую, у них требует этот стаж. Но я думаю, что это ложь. Дай Бог, чтобы вернулось все, кто трактует так этот закон. Что пенсия, то, что в Конституции написано, что она для всех не гарантируется. Ну, я так буду, что Бог не мякишка, куда стукнет там шишка. Дай Бог вам всем, кто так трактует, чтобы вам это все вернулось, старицы. Итак, значит, у нас в соответствии с законом Республики Казахстан многодетным матерям, давайте почитаем, многодетные матери выходят в 53 года, да? Пенсионный выгод по возрасту в неполном объеме назначается категорием граждан, указанным в статье пункта 1.3, настоящей статьи при отсутствии у них права на получение пенсионного выгода по возрасту в полном объеме, а в полном объеме, я говорю, 20-25 лет, зависит от наличия у них трудового стажа не менее 6 месяцев. Настояние 1.0 1998 года. Пункт 1.3 и 3.0 как раз женщины и усыновивших детей. Тем не менее, есть старый закон от 97 года пенсионного обеспечения, где была статья 9, где женщины, родившие пятерых и более детей, воспитывавших до 8-летнего возраста, имеют право на получение пяти по возрасту в полном объеме. То есть, товарищ Назарбаев, товарищ Назарбаев своим указом в 93-м году взял и лишил многодетных матерей пенсии в полном объеме. Ну вот, я понимаю, что ни он, ни такая, не знаю, что такое дети, ну, где-то были заняты карьерой, но когда лично я воспитывал детей, я знаю, что их надо кормить через 4 часа, когда маленькие, а потом у них куча вопросов, они подрастают, за ними надо смотреть, чтобы он туда не залез, там не спрыгнул. И постоянно вопросы, папа, знаешь, посмотри, папа, сюда, и пока ты не обратишь на него внимания, это кошмар. Поэтому моя супруга всегда находится дома, и она смотрела за моими детьми, я сейчас младшему, у нас 14 лет, и за ним тоже нужно время, да. И поэтому, ну, что понятно, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, видать, бык не понимает, что, значит, надо ухаживать за детьми, да, ну, и да бог с ним, быки есть бык, что с ним уже возьмешь. Но получается так, что у нас многодетные матери лишены права, и когда я вот сейчас начисляю пенсию, и многодетная мать получает 15 тысяч деньги, даже не знаю, что сказать, ну, просто не знаю, что сказать. Ну, как на 15 тысяч в 21 году жить? Ну, как жить? Я вот этого не понимаю. Ну, ладно, бог с ним, с этими быками, разберемся, да, с ними. Но у нас получается, что у нас есть Конституция, статья 28, пункт 1, там гарантируется минимальная пенсия, но она опять не гарантируется, да. Несмотря на это, у нас есть закон о минимальных стандартах, кто знает, да, где тоже написано минимальные стандарты, где тоже написано, что минимальная пенсия это у нас, минимальная пенсия, это содержание норматив размера минимальной пенсии, установленной на соответствующий финансовый год, закон о республиканском бюджете применяется при назначении пенсионного выпуска в соответствии законодательства Республики Казахстана. И тоже не применяется. Ну, быки читать видать не умеют. И получается, что у нас? У нас получается, что многодетная мать, вот она воспитала пятеро детей, подарила стране пятеро детей, не меньше пяти детей. И она получает пенсию в 15 тысяч. Ну, не позор ли, а? Ведь эти дети, видя, как благодарит государство свою мать. Это что такое? Ну, это, ладно, первое. Второе. Базовую пенсионную выплату она не получает. У нас же три пенсии, да? Солидарная, базовая и СНПФ. Так вот, солидарную получает 15 тысяч. Потом она будет получать базовую. В 63 года, с 53 до 10 лет будет ждать. Какую она будет получать? Там ведь должен нужен стаж. А стаж опять-таки нету. Значит, она получает опять минимально. И по нашему году это еще 18 тысяч тенге. А потом выплату с единонакопительной пенсионного фонда. И у него нету. Ну, конечно, нам говорят о том, что ну, мать должна заработать тоже. Да, она должна работать. А детей, кто будет воспитывать? Если в советское время были у нас ясли, даже в 6 месяцев можно было сдать ребенка и не переживать. Моя мама работала. Она поднимала в Чимкенте цементный завод. Она строила этот завод, который сейчас не знаю, кому принадлежит. Она строила для меня этот завод, отдавая меня в ясли. Но при этом она вышла на хорошую пенсию. А теперь у меня отобрали этот завод в 90-х годах, приватизировав. И еще ущемили многодетных матерей. Мне кажется, что это вообще позор. Просто позор. Но сейчас я коснулся очень такой деликатной темы. Я не знаю, может я не прав. Ну, тогда вы мне скажите, прав я или нет. Вот эту норму отменили в 2013 году. Товарищ Назарбаев сам лично, без обсуждения, просто подписал закон и отменил эту норму для многодетных матерей. Так что можете сказать товарищу Назарбаеву спасибо его жене, его детям и так далее. Это лично его была инициатива. Что дальше произошло? У нас произошло следующее. У нас применили закон о стаже. И что у нас добавили с 2013 года? У нас добавили такую норму, как так обучение, вот здесь отход. У нас добавили сейчас прошу прощения за такое. 18 пункт трудовая деятельность в стране и выбывание этических казахов, прибывших в республику Астан в целях постоянного проживания на исторической родине. Я так скажу. Наверное, это хорошо, если мы приглашаем этических казахов в Казахстан. Наверное, это хорошо. Но так получается, так складывается, что многодетных матерей лишили полной пенсии, а этническим казахам ее назначают. То есть взяли от одних и передали другим. Оставили бы многодетных матерям и дали этнических казахов. Наверное, хорошо. Но у нас солидарная пенсия выплачивается за стаж до 1998 года, потому что все, что вы в окне видите, это наследие Советского Союза. Месторождения, дороги, транспортные развязки. Все это Советского Союза. За это нам платят солидарную пенсию. Этнические казахи приехали сюда из других стран. Слава Богу, они вернулись в эту страну. Но им назначают пенсию до 1998 года по стажу на их исторической родине. Где они проживали? Ну, например, в Китае. Хорошо. Как попали они в Китай? Просто мои мысли. Это люди не те, которые сейчас приезжают, а те, которые их предки. Они ушли отсюда из Казахстана. Наверное, был советский период. Они не посчитали нужным жить вместе с советским строем. Но они вернулись сюда на историческую родину. Да, теперь Советского Союза нет. Спасибо товарищу Назарова Такаева. Они обвиняют этот толеретаризм, советское прошлое. Все клянят. От ничего не отказываются, но все клянят. Хорошо, ладно. Теперь вернулись от них. И теперь им платят за стаж. Ребята, по-моему, это нечестно. Если вы за счет многодетных матерей, то это неправильно. Потом, у нас был год 20-30-х годов. Может, я не прав. Поправьте меня. Но предки этих людей угоняли скот из Казахстана. У нас есть фильм, я в телеграм-канале выкладывал художественный фильм о том, как Баи угоняли скот. Это, понятно, художественный фильм, но это были исторические факты. Они угоняли скот и обрекали собственных сограждан на голодную смерть 20-30-х годов. Там был комплекс мер. Когда западные страны отказывались принимать золото за индустриализацию, требовали хлеб, и поэтому вызвали голос не только в Казахстане. Украина, Россия пострадала в том числе. И в Казахстане. Да, но еще наши угоняли скот, обрекая своих сограждан на голодную смерть. Те, кто возвращается, они к этому отношению никакого не имеют. Но, ребята, какую-то связь нужно смотреть. Потому что хорошо, вы даете новпребывающим этническим казахам пенсию до 98-го года. не после 98-го года, а до 98-го года. Но они к этой собственности, которая досталась от Советского Союза, не имеют отношения. Первое. Ну, ладно, хорошо, это отставим. Но многодетных матерей зачем лишать? И как-то так собралось, что этничным казахам добавили пенсию, а многодетных забрали. Лично мне, как гражданин, когда проживают в Казахстане всегда с рождения, мне, честно говоря, обидно за многодетных матерей. Это вот мои мысли. Поддерживайте, не поддерживайте, задайтесь этим вопросом. Мне кажется, надо, когда вы будете избирать других людей, задайтесь вопросом, как они относятся к многодетным матерям. Они к своей собственной матери как относятся. Ладно, этот первый, второй, они понятия такого не имеют. Но мы сейчас избираем во власть. Они хоть понимают, они могут отставить интересы. В Конституции прописаны законы о минимальной социальной стране. Прописано, что должна быть минимальная пенсия. Но многодетных матерей в 53 года отправлять с пенсией в 15 тысяч, это ли не позор государства? Это ли не позор? Хочу вам сказать, в Советском Союзе такого не допускали. Просто высказал боль души, потому что когда рассчитываешь многодетным матерям пенсию и думаешь я понимаю каждый понесет Карл сам. Мы люди и хочется чтобы это было при нашей жизни. А у меня на сегодня все.